Огромный привет! С вами Карина. И сегодня я вам покажу вот такой набор гуманитарной помощи. Я заметила интересную тенденцию. Посылки мне от зрителей, от других блогеров приходят крайне редко, но если приходят, то приходит набор гуманитарной помощи. В частности, такой набор гуманитарной помощи прилетел ко мне из города Брюгге, что находится в Бельгии, замечательной нашей Анечке Купер. Анюта недавно приезжала в Москву, и, боже мой, это был прекрасный день, который мы провели с ней практически весь вдвоем, ну, еще с другими людьми. Но вот весь день мы были вдвоем, и это был просто великолепнейший день. Я очень довольна. Аня, клевейший человек. Если вы ее не знаете, обязательно идите смотрите. Это одна из самых красивых женщин на русском Ютубе. Я лично убеждена в этом как в собственном имени. Ну, давайте я вам похвастаюсь. Я надеюсь, что я ничего никуда не затеряла, ничего никуда не задевала. Хотя, в общем-то, поскольку часть продукта уже пошла в расход, то вполне может быть, что что-то у меня куда-то и делось. Давайте начнем, собственно, с ухода. Во-первых, вот такая вот коробочка от Локситан. Это небольшой набор, в который входит бальзам для губ. Очень большой, в общем-то. Крем для рук и мыло. Вот с кремом Аня угадала, так угадала, потому что у меня кремы для рук – это то, что я покупаю раз в телетку, ну, может быть, даже раз в семилетку. И я всегда впадаю в полнейший ступор, что взять маленькое, чтобы это подошло для сумочки. Ну, я исповедую философию того, что когда мы наносим крем на лицо, когда мы наносим крем на тело, когда мы наносим крем на ноги, уж на руки попадает изрядно, и поэтому просто вот дополнительно крем для рук, он практически не нужен в домашнем обиходе, разве что в кухне и разве что где-нибудь в сумочке, когда совсем мороз, потому что я обычно зимой ношу всегда перчатки, и у меня руки не сильно мерзнут, не сильно, соответственно, обветриваются, а летом просто, в принципе, мне не так уж нужно увлажнение для кожи. Но вот такого размера крема мне хватит где-то еще на пару лет, наверное, я думаю, учитывая мои темпы расходования таких средств. Вот такая вот коробочка. Замечательная. А дальше, дальше продолжая тему ухода, то, про что я сейчас еще не могу совершенно сказать ничего, это набор двух средств от Шесейда. В одном из них софт, смягчающий какой-то концентрат, лосьон, а в другом, соответственно, умывалка. Мой любимый размер, что называется, я люблю такие небольшие средства, к которым не успеваешь привыкнуть, которые не успевают, но доесть. К Шесейду отношусь хорошо, более чем хорошо, с удовольствием буду пользоваться. И вот такой вот тоже, я так понимаю, что очищающий крем. Аня, если я не права, напиши мне, пожалуйста, что это и что с этим нужно делать. Но я так поняла, что это все-таки очищающий крем для снятия макияжа от компании RIT UAL S. Многоточие. Я вообще такой марки не знаю. Произведено это все в Амстердаме. Ну, а нет, в Германии, простите. Произведено все это в Германии. Вот такая штуковина. Тоже отличный. Опять же, мой любимый размер. Самое главное. Далее. Далее, далее, далее уже переходим. Вот еще есть две такие масочки под глаза. Когда я получила эту посылку, мы с Августом сцепились, потому что были твердо уверены, что это линзы цветные. Он орал, что это подарок для него. Я настаивала на том, что это все-таки моя посылка, поэтому это мои линзы. Не важно, что мне не нужны линзы, а цветные я не ношу. И главное, я ни разу в своей жизни не надевала линзы. Я не умею этого делать. В общем, в итоге, чуть мы за линзы не передрались, но потом спросили у Ани в WhatsApp. Оказалось, что это не линза, а маска под глаза. И поэтому радостно этой маской обладать стала я. Соответственно, на левый глазик, на правый глазик от марки Glam Glow. И вот сюда я пересыпала в пакетик от неотерки парфюма вот такие вот капсулы с розовым маслом, которые, опять же, мы с Августом приняли за рыбий жир и чуть их не наелись. Решила, что Аня, решила поднять нам с ним иммунитет. Мы чуть не наелись розового масла. Ну, два дебила, что можно сказать. Тоже маслом пока не пользовалась, но слышала о нем, в общем-то, достаточно положительные отзывы. И от людей, чьему мнению я доверяю, и от людей, чьему мнению я не доверяю. Поэтому попробуем, посмотрим. Это нисколько не реклама парфюма Алоя. Ну и дальше все-таки более приятные вещи. Декоративочка, парфюмчики. По поводу декоративочки. Тени от Kiko. Вот такие вот, вот такие вот кремовые в стике. Тени вот такого красивого-красивого цвета. Это тени для идеальных, на мой взгляд, смоки Айс. Прям совсем черные я смоки не люблю. А такой холодный металлический коричневый цвет. Анют, спасибо большое. Это прям мое на зиму. Я люблю смоки. Такие не слишком активные. Я их рисую практически каждый день. Поэтому мерси-мерси. Я буду пользоваться этими тенями с огромнейшим удовольствием. Из легендарных продуктов база от LORAP. Еще пока не пробовала ничего. Не могу про нее сказать. База под тени. И сбылась моя мечта. Туши от Covergirl у нас в Москве их хрен найдешь. Я так понимаю, что в Бельгии найти их гораздо проще. Туши Covergirl многие хвалят. Поэтому с удовольствием попробую. Правда, не знаю, когда. У меня какое-то невероятное количество туши сейчас лежит. И когда я доберусь до этой, я пока не знаю. Но обязательно доберусь. Тушь, собственно говоря, для интенсивного объема. Обещает 200% онного. Так. Дальше. Вот это самая крутая штука во всей этой коробке. Это набор, такой домик всех продуктов от Benefit для щечек. То есть это бронзер Hula. Это румяна Caralista. Это румяна Sugar Boom. Это Bella Bamba. Это Денжеллен. Если я правильно прочитала вот эти бледно-розовый рог. И хайлайтер, который находится вот здесь. Собственно говоря. Ну и кисточка, которая, в общем-то, копирует в мини-варианте. Все кисти, которые выходят вместе с средствами Benefit. Очень приятная по качеству. Абсолютно не уступающая никаким другим их продуктам. В общем, крутая штука. Это прям не очень удобная коробка. Иначе я сказала бы, что это, наверное, просто мечта визажиста. Потому что эту фигулину можно брать с собой. Хотя тут можно ее как-то выковарить. Поэтому я, может быть, если не сломаю, то как-нибудь перенесу их куда-то в более удобную палитру. Хотя боязно, потому что я эксперт по ломанию теней при переселении. В общем, штука крутая. Все бенефиты в одном наборе. Вот такая. И тоже сбылась мечта идиота номер два. Это румяна от Tarte. Про Tarte очень много в свое время говорила Машуня о нашем, о главном. И, собственно говоря, она добавила эту марку лично для меня в список моих хотелок. Но Tarte в России не продается. А я небольшой поклонник интернет-шоппинга. Потому что нужно слишком долго ждать, трясти, чтобы Почта России никуда не потеряла посылку. А Почта России любит это делать. Поэтому всегда у меня Tarte оставался на уровне «хочу». Может быть, когда-нибудь с оказией кого-то попрошу привезти. Вот такой оттеночек румян. Он для меня, конечно, тепловат немного оказался. Я все-таки больше по более холодным оттенкам. Это румяна. На них написано «классик». Больше, собственно, нет никакой информации. Но на щеки он, в принципе, лег более-менее неплохо. Вот такой цвет. Вот чуть-чуть теплее уже нельзя. Этот еще при таком нейтрально-бежевом макияже я вполне могу с ним договориться. Вот такой вот цвет. Сами румяна по качеству клевые. И в любом случае это отличный вариант какого-то тревел-продукта, потому что они совсем малепуськи. Здесь всего лишь полтора грамма продукта и, соответственно, упаковочка пластиковая, поэтому достаточно легкая. Так, приехали ко мне еще три парфюма от Анюты. Во-первых, это вот такая миниатюра парфюма «Гелл» «Фогелланд Бой» от «Фаррелл Вильямс». Причем это было очень забавно. То есть мне в WhatsApp пишет «Аня, скажи мне срочно». Ну, отправляет аудиосообщение. «Скажи мне, пожалуйста, срочно, у тебя есть парфюм «Гелл»?» Говорю, нет, она замечательная, потому что я ищу себе повод купить полноразмерку и отправить вот миниатюру, соответственно, тебе. Поэтому мне досталась миниатюра. Он, конечно, скорее больше про «Боя», нежели чем про «Гелл». Но более подробный обзор на аромат я обязательно сделаю, но сделаю позже. Потому что про парфюмы я не люблю говорить в таких вот свалочных видео. Я все-таки считаю, что каждому аромату свое отдельное видео. И сюда же у меня попадает «В перспективы на будущее» – это «Вельветовая орхидея Тома Форда» миниатюрка. И «Девушка в иголках» или «Девушка на шпильках». Его по-разному переводят, в общем, от «Серч Лютанс». Очень хвойный, очень интересный запах, но чем-то дублирующий тундру от «Ружбани Руж». Чем-то они похожи. Но в любом случае про парфюмы ждите обязательно какие-то отдельные видео в формате. Один парфюм в видео или в формате несколько разных миниатюрок. Ну, в общем, расскажу. Так. Ну, это с тем, что прилетело из Бельгии. И три штучки, которые Аня подарила мне уже здесь, в Москве. Я так подозреваю, что здесь же в Москве их и купила, с учетом того, что продукты вполне себе продающиеся в России. Во-первых, это красный лак от «Эсси». И здесь Аня угадала, как никто другой. Почему? Потому что, ну, вы понимаете, да, у меня больше, чем 200 лаков. Но, тем не менее, у меня внезапно нет ни одного вот просто чисто классически красного цвета. То есть есть красный с шиммером, есть красный с глиттером, есть красный с золотой слюдой, есть бордовый, есть чуть-чуть уходящий в оранжевый, уходящий немножко в коралловый. А вот просто классический красный его почему-то вдруг не оказалось. Собственно, цвет называется «Русская рулетка» марка «Эсси». Я люблю, у меня сейчас на ногтях тоже, кстати, лак от «Эсси». Вот этот, на всякий случай. Если кому интересно, это оттенок номер 100 «Сеопсихит». Я его когда-то показывала в каких-то новинках своих, потом я его показывала в любимых осенних лаках. И вот сейчас показываю на случай возникших вопросов. Потому что всегда, когда у меня видео близкий кадр руки, у меня всегда в комментариях пишут, что у тебя за лак на ногтях. Так вот, я сказала, это «Эсси» в оттенке 100. Это «Эсси» красный. Анют, спасибо большое, реально попало вот. Потому что, ну, сапожник без сапог, куча лаков. Не то, что лакоманьят, но точно им сочувствующий. Вдруг внезапно ни одного красного теперь есть. И две красные помады-блески. Это вот такой «Рус Эдишн» от «Буржуа» в оттенке, который называется «5». Собственно, незамысловато «Ред Май Липс». И это такая красно-алло-оранжевая. Красно-алая, наверное, всё-таки лаковая помадка. Как всегда, моя камера крадёт цвет. Но поверьте мне на слово, что она красная. Просто красный-красный. Красный немножечко тёплый цвет. И вот такая вот штучка от «Никс». Тоже такой а-ля вариант лака для губ. В оттенке 500. Рокуэй Бэби. Рокуэй Руби, простите. И вот это совсем круто, потому что здесь уже и цвет понасыщеннее будет, и текстура немножечко плотнее. И я прям довольна-довольна-довольна-довольна. С удовольствием ношу её чуть ли не каждый день. Но, в общем-то, красная помада для меня совершенно повседневный, я бы сказала, вариант. Вот такая была реально натуральная, просто гуманитарная помощь из брюги. Анют, спасибо тебе огромное, но даже не за это. Спасибо тебе за то, что ты прилетела на самом деле, потому что это действительно был один из лучших дней этого сентября. Вот такие вот дела. Я вам похвасталась. Если вы вдруг не подписаны на Аню, идите и просто подписывайтесь, даже не глядя, потом посмотрите. Сначала подпишитесь, чтобы не потерять, потому что она крутая. А вот и всё. Всех целую. Всем пока.